Добрый вечер! Вы смотрите Кулинарное бюро. Приветствую вас я, фрау Татьяна. Не удивляйтесь, потому что сегодня вас ожидает нечто особенное в прямом переносном смысле. 28 октября день завершающий культурно-делового фестиваля Дней Германии, который стартовал в понедельник под эгидой торговой промышленной палаты Края. В течение недели любой желающий мог насладиться настоящим немецким искусством кино и, наконец, самое вкусное. Это немецкая кухня. Я рада представить своего соведущего. Это шеф-повар кафе «Леранда» зовут его Михаил. Михаил, здравствуйте. Здравствуйте. Михаил, что мы сегодня будем готовить? Мы сегодня будем готовить жареные мясные ребрышки, свиные ребрышки в пряном пивном маринаде. Отлично. Это истинно немецкое блюдо? Да, это истинно немецкое блюдо. Это одно из многочисленных блюд, которые готовят Германия, которая должна украсить каждый стол, немецкий стол. Итак, что здесь из ингредиентов? Итак, мы видим, соответственно, свиные ребрышки. Да, свиные ребрышки, отборная свинина, самая лучшая. Местная? Да, местная. Започтение даете? Самый бирал, да. Отлично. Далее? Далее лук. Я сейчас расскажу немножко о маринаде. Значит, что нам нужно будет для него? Нам нужна будет сама свинина, лук, мед, конечно же, пиво, апельсин, имбирь, именно корень. Многие используют порошок, но лучше всего использовать корень. Пряные травы, чеснок и немножко любви. Отлично. Это, наверное, самый главный ингредиент. Так, не, знаете, что я вот удивила? Давайте по порядку. Значит, вот это вот у нас перец, да, красный? Нет, это не перец, это паприка. А, это паприка, да? Это сладкая паприка. Так, далее у нас идут кунжутные семена. Дальше идет кунжут, идет у нас дальше розмарин, чеснок, соль морская, специально приготовленный мед, как я уже говорил, колгарский перец, лук, грибы мы уже будем жарить, подавать к нему, апельсин и имбирь. Вот особенно удивляет меня присутствие вот среди ингредиентов мед, пиво, казалось бы, такое сочетание, да, апельсины, ну, апельсины, чеснок, я не знаю, неужели из всего этого может получиться вот такое нечто вкусное? Будет просто волшебно. Да? Волшебно все, я вам доверяю. Итак, Михаил, что делаем мы в первую очередь? В первую очередь мы разделываем мясо, подготавливаем его маринадой. Вообще, если говорить о пристрастиях немцев, какое мясо они предпочитают? У них выбор очень большой, потому что, вы знаете, немецкая кухня, это не только свинина, не только рулька и лёбра. Они употребляют в пищу горядину, дичь. Угу. Я вот сегодня технически подкуплю, но и скажу, что на самом деле, вот, если говорить о мясных блюдах, да, то они предпочитают, конечно, в первую очередь, там, свининую говядину все-таки, да? Да. И причем, вот, если я спрашивала до этого, да, я спрашивала до этого, вот сколько, допустим, мяса ты съедаешь в день? Где-то грамм 200. Грамм 200. Если перевести это, умножить на 30 дней и перевести это все на годовое потребление мяса, это получается где-то примерно около, ну, 70-75 килограммов в год. А вот немец среднестатистический и среднестатистическое право, она съедает 84 килограмма, представляешь? Вот, 84 килограмма. А что касается сосисок, сортерики и сушек? Мне еще немножко, я думаю, стану немцем. Среднестатистическим немцем. Да. Итак, мы нарезаем кусочки, теперь мы выкладываем плотно друг к другу. Сейчас мы будем готовить маринад, да? Да, сейчас мы будем готовить маринад. Я пока не участвую в процессе, но я думаю, что ты подсоешь мне. Я думаю, вы поучаствуйте, да. Мясо должно быть достаточно плотно друг к другу. Вот, чтобы не терялось сок. Нужный сок в течение 3-4 часов в мясо войдет, оно будет полностью промаринованным. И пиво, которое мы добавим, оно придаст мясу. Здесь оно только для пикантности, да? Да, оно только для пикантности и для того, чтобы немного мяса разрыхлить. Понятно. Сделать его сочно. Итак, теперь мы добавляем лук. А что касается овощей вообще? Овощи в Германии употребляют в больших количествах, очень много. А в каком виде? Это отварное или что это? В основном это отварное, тушеное, реже жареное. Овощи используют абсолютно все. Корнеплоды. Главное блюдо, которое должно быть на каждом столе. Это какое? Это капуста, конечно же, капуста. Шукрут. Шукрут. Да. Я даже знаю, что англичане за спиной называют немцев, ну, в переводе таким словом, когда в переводе означает... Круц. Круц, да, кислая капуста. Да, совершенно верно. Кислая капуста. Почему капуста? Потому что она подходит к мясу, не оттеняет, а выражает вкус. Миш, то есть вот если говорить об отличии немецкой кухни от любой другой кухни мира, вот чем она отличается? Блюда немецкой кухни, они выражают вкус самого продукта. Да, именно мясо они не сглаживают никакими приправами, они не любят острого, так же, как и осрицы, кстати. У них в кухне немного похоже. Они придают вкус мясу, только добавляя перец, возможно, какие-то пряности. Такие весьма тонкие оттенки. Да, но ни в коем случае, так как в японской кухне возможны изменения вкуса самого блюда, вкуса самих продуктов. Немцы достаточно точные люди, педантичные, и любят, чтобы все оставляло натуральный вкус. И натуральные продукты сохранили свои вкусовые качества. Так, ясно. Значит, сейчас мы выжили апельсин. Сейчас мы выжили апельсин, влили пиво, добавили лук. Вот, сейчас мы возьмем тимьян, ореган. Добавим его сюда же. Аромат уже сейчас такой ощущается. Ну, в первую очередь, наверное, апельсиновый. Добавим паприки. Ну, что еще мы будем добавлять? Паприка, паприка добавит не только цвет, но и чуть-чуть. При жарке, при жарке даст такой небольшой дымок, опалинок. Когда рыбрышки будем жарить на гриле... Ну, наверное, яркость его вкусу. Да, это придаст наиболее выраженный вкус. Маринад, мы еще что-то будем добавлять? Да, сейчас мы добавим чеснок. Чеснок нужно будет порубить. Порубить достаточно мелко. Он будет жариться вместе с ребрышками. А вообще, ребрышки можно еще чем-то заменить? Например, говяжьими ребрышками? Конечно, можно. У меня в холодильнике только говяжьи сейчас. Конечно, можно. Но это будет уже... Не то. Не то, что не то. Это будет не немецкая. Это будет европейская. В принципе, к которой мы все там не привыкли. Теперь мы добавим соль. Соль обязательно морская, хаменная. Она медленнее растворяется. Она более соленая и придает такой приятный аромат. И теперь добавляем мед. Меда совсем немного. Они не должны быть сладкими. А вообще-то чем мед нужен в блюде в самом деле? Также аромат. Аромат? Да, аромат. То есть здесь даже не столько изменений вкусового каких-то там качеств, да? Аромат или немножко такой слегка сладковатый оттенок. Ну, это никак не отразится на мясе. Оно оставится в вкус. Мы еще должны добавить имбирь. Это, наверное, это, наверное, единственный продукт, который влияет на мясо именно как добавляет ему вкус. Добавляет вкус. Вот, его мы добавляем совсем немного. Аромат такой. Замечательно. Если хотите, можете поделиться. Да, отлично вообще. А жареное будет еще вкуснее. Да, я представляю. Что теперь мы делаем? Так, теперь мы подготавливаем наши овощи, которые будут жариться вместе с мясом. Вернее, подаваться вместе с мясом. Шампиньоны у нас отрезается ножка и нарезается толщиной примерно 7-8 миллиметров. Шампиньон такой продукт, который нельзя пережарить, потому что он... Сколько? Все? Да, все. Он выпускает сок, теряет весь свой вкус. Ага. Его нужно слегка припечь. А что мне нужно, например, приготовить своему немецкому другу, чтобы он себя почувствовал как дома? Как дома? Да. Наверное, вы можете ему сварить свиные ножки. Угу. Или рульку. Угу. Обязательно ее подать с картофельными блинчиками. Ой-ой-ой. А лучше приходите к нам. Сейчас мы раскаляем, подогреваем, вернее. Сковороду? Сковороду, да. Да, выкладываем мясо на раскаленную, на раскаленный гриль. Температура гриля 270-300 градусов. Как он шкварчит аппетитно. Готовится в собственном соку, на собственном жиру. То есть вы видите, что я не добавляю, не добавляю абсолютно жира. Обязательно накрываем, потому что... Около десяти минут. Достаточно простое блюдо, да? Согласен. Все основное время было затрачено на то, чтобы сделать маринад для мяса. Угу. Итак, что мы сейчас делаем? Вот. От ребрышек у нас осталась полоска мяса. Угу. Вот, и сейчас мы ее нарежем и будем подавать вместе с ребрышком. Ой, как красиво. Ммм. Обалденный аромат. Вы даже не представляете, если бы телевидение вообще могло передавать ароматы. Музыка. Ну, маринад мы не выливаем, мы используем его дальше. Приготовление. Да. Мы будем пропаривать. Угу. Так как мы не используем никакого жира, не добавляем сюда. Значит, ты говоришь... На самих ребрышках остается жир, остаточный. И в процессе жарки он выходит и на эту жиру как раз все жарится. А если говорить о хлебе вообще, немцы как к нему относятся? Хлеб. Хлеба употребляется достаточно много. Угу. Но, вы знаете, второй хлеб в Германии – это картофель. Наверное, как и в России, да? Да. Этим искусом. И, кстати, так же, как и в России, картофель был завезен в приказном порядке. Да? Русскими королями, да. И не зря, да? Да, не зря. И этот овощ очень понравился и стал, наверное, одним из самых главных. На столе, да? На столе, да. На немецком столе. Сейчас будет самый интересный, сейчас будет тут поджог. Но это правильно называется как? Пламбирование. Ох, вот, вот как это было. Для чего это делается? Мясо сверху опаливается. Вот, и вкус становится такой, ближе, если к европейскому, то это ближе к шашкурку. Ммм, угу. Либо блюдом на мангале. Да, мясо практически готово. Сейчас мы можем его выложить. Такое поджаристое. Сковородочка у нас стоит на подогреве. Угу. На 200 градусов. Мы ее накрываем. И переходим к жарке. Медальоны? Медальонки, да. Сейчас мы перевернем. Медальоны достаточно тонкие, готовятся очень быстро. Да, действительно. Прошло буквально 2 минуты. Да, даже не меньше. А вообще, каков спрос на блюда немецкой кухни вообще в российских ресторанах? Достаточно высокие. Допустим. То есть есть те любители, которые специально спрашивают именно там свиную рульку, к примеру, да? Или же свиную рульку? Да, в основном это блюдо на компанию от двух человек до пяти. И чтобы каждому досталось там по небольшому кусочку, можно заказать рульку. Ребра рассчитаны примерно на двоих. Итак, мы выкладываем грибы. Да, грибы мы выкладываем. Единственный продукт, который мы будем смазывать маслом. Перец обязательно горошком свежемолотый. Ароматнее, да, чтобы было? Итак, запариваем наши свинины. То есть тот маринак, который у нас остался, да, вот мы его опять сейчас используем для того, чтобы пропарить медальоны. Да, и следать. Сейчас мне просто нужно было выложить грибы и мясо, да? Сейчас выложите мясо. Выкладываем и мясо тоже? Да. Так, вот так. Да. Правильно? От дубочки лучше выложить красиво. Потому что для гостей самое главное, в первую очередь, человек ест глазами. Настоящее немецкое искусство, да? Мы сейчас, я так полагаю, будем сейчас присыпать все это кунжутом, да? Да, присыпать будем кунжутом. Знаете, я взял болгарский перец для украшения. Обязательно поджариваем с одной стороны, с внутренней стороны. Вот, чтобы сохранить цвет, чтобы цвет не потерял. Капельку масла. Это такие вот яркие пятна на нашей картине. Кунжутом посыпаем? А теперь кунжутом посыпаем. Можно? Да, конечно. Я в произвольном. Как я вижу. Как много? Хватит. Все, блюдо готово? Да, блюдо готово. Михаил, знаете, что я предлагаю сделать? Для того, чтобы вот оценили нашу работу, мы, наверное, пригласим сторонних экспертов, чтобы дали объективную оценку нашей сегодняшней работе. Конечно. Я не случайно пригласила своих коллег открыть это блюдо. Почему? Потому что самая объективная оценка может быть оценка только от моих коллег. Итак, девчонки, пробуйте. Михаил, у меня прямо учащенно бьется сердце, потому что я ожидаю вердикта. А так как мы находимся все-таки в итальянском ресторане, мы пожелаем приятного аппетита нашим гостям. Бон аппетит. Бон аппетит. Я могу сказать по-русски спасибо. На самом деле, очень вкусно. И вкус такой напоминает, не знаю, наверное, какое-то побережье морское. Но у меня такая ассоциация. Наверное, где такой морской открытый ресторан почему-то? Я не знаю, Настя, что у тебя? Какие у тебя ассоциации? Мне понравилось. И я могу сказать, что Таня нас обманывала, когда говорила, что мне нет готовить. Здесь уже все очень вкусно. Спасибо огромное. Михаил, мне кажется, мы отличная команда. Отлично сработались. Это самое лучшее пока. Спасибо. Ну, я напомню, что вы смотрели программу «Кулинарное бюро». Ну, я с вами прощаюсь, как всегда. Желаю приятного аппетита. Субтитры сделал DimaTorzok